КОНЕЦ КОНЕЦ Партия сопрано взлетела вверх. Композитор избрал несколько романтическую манеру. В таком музыкальном оформлении тропарь Богородицы чаще исполняется для светской аудитории. В стенах же храма лишь как запричастный концерт на Богородичные праздники. Церковное пение, духовное пение – это суть одной и той же, либо есть разница? Духовная музыка – это понятие шире, чем церковная музыка. Потому что существует церковно-каноническое пение, есть духовная музыка, которая сочинена композиторами и не исполняется в храме, но тексты догматические. Например, в церкви не исполняется все ночные бдения Рахманинова. Раньше вот исполнялось один раз в году в Одессе. Хотя все номера в этом всеночном бдении Рахманинова, они все на церковные тексты. Пение в храме – это молитва, а также способ донести содержание и смысл Божьего Слова до прихожан. В пропевании религиозных текстов не должно быть театральности. Певчим предписаны молитвенность, внимательность, смирение. Церковный хор – это земное подобие хора ангельского. Есть такое выражение – ангелы не кричат. Поющих в церковном хоре иногда называют клерошанами. От греческого слова «клирос» так зовется место в православном храме для певчих. В больших церквях, как правило, два клироса, расположенных симметрично по обе стороны предалтарного возвышения, либо в храмовой части. Иногда клирос представляет собой специальный балкон напротив алтаря. Выбор места во многом диктуется акустическими особенностями строения. Есть канон, он существует. Певчие должны стоять лицом к алтарю. К алтарю. Это действительно канон. В монастырях происходит только так. Другого нет. В больших храмах, где тоже все соответствует архитектуре, всегда хор стоит лицом к алтарю. У нас такой возможности нет. Мы стояли лицом к алтарю, и получалось так, что весь звук гасится, и плохо слышно внутри храма. Нам пришлось развернуться, мы стоим боком к алтарю, чтобы звук пошел вовнутрь, чтобы каждое слово, ведь тут очень важно, чтобы прихожане не музыкой любовались, а чтобы они слышали отчетливо каждое слово. Слово главное. Она пришла именно с христианством. В начале были определенные жесты. Вот, скажем, если брать Византию, сначала были жесты. Жестом показывал, ну, по-нашему, регент. И вот эти в воздухе какие-то очертания, они означали то, что потом превратилось вот в такие крюки. По примеру греков, древнерусские распевщики, то есть составители распевов на канонические тексты, пользовались иероглифическими знаками. Их называли крюками, столпами или знаменами. Слово «знамя» по-славянски означает «знак». Отсюда и возникло такое понятие, как «знаменное пение», то есть пение по знакам, или, как еще говорили, по крюкам. — Безумно интересная тема вот этой крюковой нотации. Насколько она информативна по сравнению с привычными нотами, которые мы сейчас все знаем? — Конечно, информативна. — То есть, в принципе, она заменяет? — Я сейчас объясню. Значит, крюковая нотация не заменяет абсолютную высоту звука. То есть ноты, они фиксируют абсолютную высоту звука. Дальше. Есть размеры, так? Обычные. Есть длительности. Здесь нет ничего этого, ни длительности. — То есть и темп не задается, значит? Ну, скорость. — Ну, знаете, как обычно требование такое, что это спокойное исполнение. Если совсем просто сказать по-современному, чтобы это было передано такое длящееся состояние молитвы. Ну, конечно, там тоже, вот мы в расшифровках это видим, там тоже есть длительности. Они условные. Они не абсолютные. Язык знаменного роспева чрезвычайно сложен. По некоторым оценкам, необходимо было понимать около 800 знаков. Но в то же время крюковая нотация содержала в себе куда больше информации, чем современные ноты. Знамена не только указывали на то, как должен двигаться голос певчего по звукоряду, но и давали указания по тонкостям исполнения каждого слога. — Крюк, возгласите, стопицу просто говорите, стрелу потянути, а статью постоять. В крюковой нотации заложены речевые образы, которые певец прекрасно понимал. Что это значит? Если перевести на ноты, то статья и стрела поются одинаково, как целая нота. Но тянуть и стоять — это разные вещи. Знаменный роспев развивался на протяжении семи веков. За это время менялась и система крюковой нотации, что очень усложняет расшифровку ее образцов сегодня. Примерно с конца 80-х страницы с древними песнопениями вновь стали вызывать все больше интерес исследователей, музыкантов и священнослужителей. Благодаря этому очень многие образцы знаменного роспева можно услышать вновь. Обратите внимание, все участники этого староведческого хора поют в унисон. Так и было на Руси на протяжении пяти веков. Есть свидетельства того, что в этот период предпринимались безуспешные попытки при внесении многоголосия в практику церковных служб. Но только к веку XVI пение на два и больше голосов стало полноправной частью праздничных церковных служб. Новое праздничное пение называлось «строчным» или «путевым». Страницы с распевами выглядели так. Партия главного голоса выделялась красным. Она называлась «путь». Остальные голоса, которые звучали чуть тише, назывались «путниками». Стоит отметить, что мелодия каждого голоса развивалась словно без оглядки на то, что поют другие. Такие распевы могли представлять собой очень сложную полифонию, непривычную для современного уха. Знаменное многоголосие просуществовало недолго. Во второй половине XVII века буквально за годы крюковая нотация была полностью вытеснена европейской линейной системой. А вместе с ней в церковь проник и новый способ музыкального мышления. Практически исчезло одноголосие. На смену знаменному пению пришло портесное. Партии певчих теперь писались по строгим законам музыкальной гармонии. Свои произведения для церкви стали создавать и многие светские композиторы. Благодаря чему возникла весьма размытая граница между церковной и духовной музыкой. Это очень тонкий вопрос. Что такое, скажем, духовная музыка? В духовной музыке, так можно сказать, есть тело, душа и дух. В светской музыке тоже есть тело, есть душа. Не всегда чисто. Да. Что касается церковной музыки, то здесь, конечно, все направлено на то, чтобы соответствовать вот этому духовному наполнению службы. То есть молитвенному наполнению службы. И здесь, конечно, нужно быть очень осторожными в выборе произведений. Мода на европейское звучание не смогла вытеснить древние распевы. Очень многие композиторы продолжают брать их за основу своих сочинений. Эти мелодии слышны, как солирующие голоса певчих. Послушайте фрагмент праздничной литургии в Уфимском соборе Воскресения Христова. Херувимская песня. В ее основе – мелодия древнего знаменного распева. Воскресения Христова. Воскресения Христова. Воскресения Христова. Христова. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Исполняется только на сцене Исполняется только на сцене Исполняется только на сцене Исполняется только на сцене Исполняется только на сцене